Я Алексей и это программа День Люди События Наш день 12 февраля В этот день 12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк. Ученые и биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России зоологический сад на окраине Москвы. В вольерах зоосада было 286 представителей местной фауны, домашних животных сельского хозяйства. Входная плата шла на содержание зоосада. Ежегодное число посетителей в первые годы достигало 10 тысяч. Москвичи с удовольствием приходили в зоопарк. Охотно жители столицы вносили пожертвования на содержание зоосада. Но всех этих средств все равно не хватало на приобретение и содержание животных. К тому же средства нужны были на ремонт и строительство клеток, вольеров, новых зданий. Из-за образовавшихся долгов общество вскоре решает сдать засад в аренду семье Рябининых. Хозяйствование Рябининых окончилось для зоопарка разорением. В 1878 году общество вернуло зоопарк под свою опеку. Но бои революции 1905 года прошли по территории зоопарка. И обществу пришлось снова передать зоопарк в частные руки. После Октябрьской революции 1917 года, с установлением в стране советской власти, в 1919 году зоосад национализировали. В настоящее время зоосад, один из самых больших и старых зоопарков России, находится в центре Москвы, его территория 21,5 га, а в помещениях зоопарка содержится почти 750 видов представителей фауны, составляющих более 7000 животных.